Да, всем добрый вечер. Так, сейчас выведу... А, он сразу вывелся на экран, очень удачно. Я сегодня некоторое время в шапке буду стрелять, произошли некоторые обстоятельства. В общем, приветствую. Рад вас видеть. Взаимно. Так, всё, вроде бы я всё настроил. Всё настроил, и соответственно, соответственно, соответственно... Скажите что-нибудь, чтобы звук был, проверю. Всем пламенный шалум. Очень громко, хорошо, потише сделаю. Это был очень громкий и пламенный шалум, это к лучшему, наверное. Слишком пламенный, я понял. Не, нормально, нормально пойдёт. Так, о чём мы, собственно, будем говорить о национальном движении, получается? Я не знаю, о чём хотите. А сколько людей вас смотрит? Я знаю, что вы тоже стример, я не очень. Да, на данный момент 48 человек. Мы насобирали людей некоторыми средствами. Они вот нас смотрят сейчас. Ну вот, все кричат шалом Каргину, шалом Каргиду. Все рады вас видеть. Сейчас тебе напоминалка у меня сейчас работает, всё будет прекрасно. С осторожно, с напоминалкой, пожалуйста, да. Но в любом случае, Твич у меня там мало кто смотрит, поэтому не особо важно. Наверное, не забадят меня на Ютубе. Так вот, так вот, так вот. С нами, в общем, Каргин, соответственно. Такс, ну расскажите про себя, на всякий случай, может, какие-то зрители вас не знают, и потом мы начнём, в общем. Ну, я думаю, если у вас аудитория пересекается с аудиторией маргинала и так далее, да, то я думаю, знают все. Меня зовут Александр Каргин, я занимаюсь общественной деятельностью довольно давно, вот. А где-то год назад в жизни мне сильно не повезло. Я ещё начал стримить, ходить по всяким стримам и так далее. Ну, в общем, я такой бомжую между разными блогерами, вот. А, ну ещё и еврей, как такой дополнительный бонус. Вообще, раньше это не был бонус, но я это сделал для себя бонусом. Так, и как же это работает как бонус? Как же это работает? Не, ну, в моём случае это работает как бонус в том смысле, что это просто ещё один фактор, почему я интересен кому-либо. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, это не должно быть, ну, не важно, какой человек национальности, какая разница, да? Ну да. В принципе, да. Но, в моём случае, да, я, видимо, как-то сумел так себя подать, что это играет какой-то момент, довоющий дополнительно заинтересовываться. А так, для многих еврейство бонус в том смысле, что есть масса бесплатных программ, каких-то поездок в Израиль и так далее, есть часть еврейских корней, и люди это используют. Ну, вы были в Израиле, да? Ну, наверное, уже несколько. Ну, я был за свои деньги, я не понял. А чё, 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 чё-то не пользуетесь бонусами. Ну, вот так вот, да, вот как-то так. Более того, когда я там сам организую мероприятия, я сам делаю многие бесплатные вещи, там, бесплатные шабаты, празднества и тому подобное. Я надеюсь, вы сейчас не испугаетесь, мне задонатили на 100 рублей на то, чтобы я снял шапку, и сейчас, в общем-то, на стриме была такая фигня странная. 10 минут я сижу без шапки, короче. Ну, хуя себе. Ну, норм. Надо сказать сначала про напередалку, это, в принципе, то же самое, да. А, ну, мне на самом деле стрёмно, потому что мне за эту хуйню задонатили 25к, соответственно, ну, я не смог отказаться. За 25к я бы не согласился. А, ну, ладно. Мы достаточно, в общем-то, непритязательны в данном случае. А вы сами откуда? Санкт-Петербург, ну, вообще пригород Санкт-Петербурга, кандидат философских наук, там, СПБГУ, там, все дела, философия, все, в общем-то, вот в таком духе. Достойно. Да, достойно. А, очень. Ну, нормально, в общем. Жить можно. Окей. Сидим так 10 минут именно без шапки, потом я вернусь в нормальное, в общем-то, русло, и я еще на этом деньги буду делать, на то, что я буду надевать и снимать шапку, видимо. Так, в принципе... Ну, друзья, давайте какие-нибудь вопросы всем, кто еще рассмотрит, всем шалом на пролом, и давайте что-нибудь такое интересненькое. В принципе, я планировал троллинг-стрим о том, что я буду изображать, в общем-то, представителя русского национального движения, но троллинг-стрим уже сейчас происходит, собственно. Поэтому, я думаю, дополнительно как-то нагружать это чем-то еще, думаю, не стоит, в общем-то. Алексей, я не думаю, что вы лучше, чем Лусине справитесь с задачей кринж-дебатов, поэтому давайте естественно все. Лусине у меня была, кстати. А, да? Прикольно. Хорошая девушка, кстати, милая. Приятная девушка, да, мы почти женились. А, да? Вам надо было меня на свадьбу позвать, я был ваш муравьим, но поставим вам хупу. А, как свадьбы происходят тогда у вас? У евреев? Да. Там, ну, там важно, правда, чтобы еще мужик был с обрезанием, да, но... Ну, если мне задонатят, как бы, я... Чем, я уверен, вы готовы будете пожертвовать этим делом ради Лусине. Проблема, я уверен. Вот, а так, это очень такая красивая церемония под купой. Купает такой балдахин красивый, да, в котором находится муж с женой будущей. Вот, разбивается стакан, надевается кольцо. Ну, собственно, вот эта история с кольцом и тому подобное, все, что так все привыкли, это пошло из иудаизма. Мы первую эту херню придумали, да. Вот. Только у нас окольцовывается только женщина, то есть на мужчину. Вот, надевать уже и на мужчину тоже, это уже более поздняя вещь, которая в Европе пошла, на средние века. А изначально только жена, только жене дают кольцо. Вот так. А еще обязательно заключается врачный договор, так называемый Ктуба. Вот. У евреев это было еще 3000 лет назад, тема с врачным договором. Так, все, напомните нам про договор, он, скорее всего, в Торах написан, но я, скорее всего, даже эту часть читал, но я уже не особо помню. В чем заключается? Нет, 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 в Торе не написано. А, понятно. Нет, нет, это отдельная вещь. Традиция такая. Ктуба, брачи, но это было сделано для того, чтобы защищать права жены. Потому что, ну, в древнем мире, как бы, бабы были бесправны. Вот. Вообще, как бы, было нововведение, которое сделали евреи, то, что там нельзя, нельзя обвинить вдову и так далее. Потому что такого не было у других народов тогда. Как бы, вдова, если ее никто не защищает, это, как бы, это человек, это конец. Вот. А в евреев на праве это было введено, и в том числе была введена Ктуба, чтобы защищать права жены, в том плане, что если мужчина к ней разведется, то, чтобы ей что-то досталось в обязательном порядке. Там есть определенная сумма, которую мужчина точно должен заплатить, если разводится, и это не элемент, это отдельная сумма. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, прогрессивно довольно интересно. Нет, ну, вообще... Как бы, тогда прогрессивно, сейчас, сейчас, как бы, не сильно прогрессивно, но сейчас, как бы, есть, конечно, условия, когда есть и так перекос в сторону женщин, как бы, это создает дополнительный еще перекос, и это, на самом деле, негативно, отчасти. Ну, вполне возможно. У нас тут был донат, крайней плоти не существует, сэскептицизм написано, но это шутка, связанная, видимо, с нашим каналом. У нас, на самом деле, канал, ну, философия, и, соответственно, основная тема, которая двигает, это абсолютный скептицизм, в том числе. Вот, вот, соответственно. Так, друзья, давайте донатим на вопросы, задавайте вопросы, я понимаю, вам там нравится сейчас тема со стрижкой моей. Давайте сейчас больше по делу, задавать вопросы. И вы, получается, такое национальное движение в России организовали, еврейское? Я организовал, можно сказать, клуб такой по интересу еврейский, вот, который на каком-то этапе просто, да, такое неформальное объединение, которое рослось, и мы делаем разные мероприятия. Процветительского там характера, ну, и тусовки тоже, конечно, вот, в общем-то, не скучно, не скучно. Ну, вот, а я правильно понимаю, что у вас там осьминог? Осьминог, да. А это потому, что маргинал он паук, а вы осьминог. Не-не-не-не, с маргиналом это не связано, это появилось довольно давно, еще когда я в магистратуре учился, тема с осьминогами. И маргинал тогда был, ну, еще не очень знаменит, соответственно, я о нем, по крайней мере, точно не знал. Ну, там образ осьминога, он возникал буквально в некоторых моих произведениях и литературных, и там философских, как там притча какая-нибудь, такой вот промежуточный образ осьминога, я прицепил, в общем-то, так вот к своему образу, и нормально. А это картинки, это на самом деле с моих сборников стихов картинки, вот там у меня сборники стихов, и там вот картинка на заднем фоне, и внутри они обычно вот еще прорисовываются вот таким вот образом, ну, и вот они, они здесь висят, это их, в общем-то, изначальное издание. Не я рисовал, правда, ну вот. Окей, это интересно. Вам надо было с этим, с маргиналом какой-нибудь батл сберелся, поукруть восьминога, это было круто. У нас была одна совместная встреча, но вот как бы... Я знаю, он мне рассказывал, говорил, что было уныло и скучно. Он хотел срача, а срача не получил. Ну, я не особо хотел срача, я на самом деле редко срусь с кем-то, ну, на стримах, так получается. Я, в принципе, при общении с людьми нормально себя веду обычно. Дружелюбный, да? Да, я могу видео там пообсирать, но... Позовите к себе Сакрамара. Сакрамар уже был, мы отлично всем побеседовали, замечательный человек, про даусизм, про жаб, нормально. Тогда, блядь, ну, слушай, тогда я даже не знаю, как вам помочь в этом плане, с кем посраться. Да не, у нас были там беседы с... кто там, астралистая воительница приходила несколько раз и были... Ну, вот она любит покричать, было весело. Было весело. Не, ну, она же... не знаю, это же просто херня, нет. Она хорошая девочка, но это же хрень. Девочка хорошая. Вот. Не, я имею в виду с кем посраться, так чтобы интересно было. Эх, да я даже с ЕЖИ нормально, не сразу получается. Не, ну, с ЕЖИ он интеллигентный человек. Вот, он, правда, это... любит придумывать всякую херню, вот. Есть такое. Вот, и... и... и зачем ты... вот он такой человек, он... Вот я сижу с кем-нибудь на стриме у него, да, вот, он мне про этого человека гадости присылает во время стрима. Вот, потом говорит, что я тебе не присылал. Нарисует картинку там, например, что это человек писька во рту. так как вообще получилось что вы свою деятельность совместили с деятельностью бермаргинал это как-то связано с раввином зильберманом может быть или как это получилось с раввином зильберманом я столкнулся на сходке бермаргиналы когда пришел и куда мужик в трусах вошенники начал вязать мой ботинок вот меня это очень смутило раньше у меня такого жизни не было прекратить я как-то просто ну я не привык к такому образу от раввинов не стандартно было для меня шокирующе вот а если серьезно то нет во первых супермаргиналом это никак не совмещено просто ну просто мы как видимо сдружились заобщались периодически делаем совместные стримы у него большая у него большая аудитория как бы есть какие-то вещи которые мне там интересно ему соответственно там интересно чтобы я приглашал ему гостей вот да делал какой-то контент понятно что видео когда это привожу там того же вас романа там ничего гостей они да они собирают очень много это взаимовыгодные вещи короче говоря я ему даю к делаю контент он мне дает аудиторию который я тоже своим образом использую ну вот а как вообще изначально получилось как вы услышали про маргиналы это не так было я не помню как я не помню кто был у меня первый вот этих ребятишек вот по моему это был вот админ я не уверен нет у меня был основной стрим с васей он будет потом да а там и первый это было где-то года полтора назад сейчас секунду я надену шапку правда уже можно не проплачено дальше у меня какая-то здесь они проплачены вот ну короче было года полтора назад позвали написали что просит в качестве сперта сперта на каких-то на каком-то канале какого-то блогера вот я в принципе не знал вообще про эту тусовку особо вот он видимо искал какой-то правый взгляд на ближний восток а надо сказать что в еврейском сообществе там все левые к сожалению но вот среди экспертов мало правых его как бы он пригласил там меня еще одного чувака вот мы сходили но поскольку у меня то есть вот какое-то сообщество за мной какие-то люди а тот он парень он сам посидит вот он и он сам ко мне доходит то потом видимо там посмотрели людей этот эфир и стали дальше звать потом был у меня эфир с этим как его с просвирниным там мы посрались это было как бы это было очень позитивно видимо для моей стримерской карьеры в том числе маргинал ну маргинал просто как вот больше сошлись характер а так я же не только у него у него практически наверное у всех на сегодняшний день так у бояршиного были бояршиного постоянно с бояршиного только одна проблема я я всегда рад выступить у него но просто у него интеллектуальные стримы то есть я готовлю какой-то материал вот денег уже это не платит и как бы ну дело не в том что я еврей не подумать но как но как бы да просто если я у кого-то выступаю просто так и не получаю какую-то отдачу то иначе в это время он был какую-то это проект сделал заработать поэтому я просто не могу себе позволить часто выступать но уже где-то раз 5 я не выступал но я с ним один раз уже был но там такой то с пиаром небольшие проблемки контент потому что он ссылки не делает и ну да и набирает мало просмотров это видео я ему говорил об этом ему принципе у меня была мысль и вот мы изначально это обсуждали сделать собственно батл вассерман бояршина вот это об этом многие кстати у меня в чате даже говорили когда мы смотрели это видео они хотят она это была изначальная задумка но силу определенных обстоятельств не сложилось вот и к сожалению и и и жаль мне кажется борис надо было соглашаться на это был бы топовый контент ну на самом деле не знаю по моему маргинал можно может быть было бы 2 напоминалось синхронно может быть даже так не на самом деле на самом деле идея хорошая в том плане что два таких вот пожилых в общем-то гиганта бы столкнулись но анатолий здесь на самом деле именно который маргинал да и еж сармат наверное могли бы хорошо сойтись против ассермана в том плане что нового не у нас то есть аннатолий так сошелся да вот бояршина фон по моему ну вот именно аргументативно мог бы как бы и продуть наверное то есть не знаю но я думаю просто бояршина бы не так быстро спорил но не более он распорит политику него просто он не очень любит и поэтому но он не полемист просто особенно он как бы это все он он больше как бы интервьюер да не полемист поэтому согласен поэтому могу можно было можно было с дочери его что-то не было она говорят огонь активный человек огонь я с ней не стремил как раз я сразу бояршина она как раз по философии тоже просто но я ее избегаю я избегаю она со всеми в нижнем интернете поссорилась в итоге как бы там жмелевский это интересно посраться тоже милевский не посраться тоже милевский тоже горячная не важно ну кажется ними с ними я тоже срался как и забавно это все забавные вещи как бы просто просто это должно давать обязательно какую-то внятную так или иначе отдачи по-другому согласен согласен не на самом деле друзья задавайте вопросы то вопрос вас армана коме ну цена то конечно мы сам там был вопрос специфический коммунист необычным при этом за трампа например он коммунист да да тут был вопрос можно ли еврею молиться за победу трампа как раз от мефиса очень можно блин нужно в израиле был целый такой сказали в россии молебен за победу трампа не и без шуток было была группа евреев поселениях людей смотрели которые строили маску молитвы за победу трамп тут есть довольно интересный вопрос скорее связанный с религиоведением надеюсь вы в этом разбираетесь какие радикальные движения и секты есть у евреев вот можно на такой вопрос ответить ну сегодня наверно особо никаких нет ну вот так ну понятно про не история не возникали были были они были опять же что то что считать радикальными и что назвать секты потому что то что там на хасидид все время был секты сегодня это одна из моих скрипных вещей я как бы не хасид не отношу себя к этому направлению сегодня это как бы огромная часть да в россии так это на российско-еврейской как бы поляне как они занимают процент 80 лет более всего вот хасида я имею ввиду хабар вот а когда-то начинал так как секта секта в данном сути носит не негативные как бы негативное обозначение как что-то просто куда нестандартное направление отличающийся от классики вот если же говорить про какие-то такие именно вещи которые наблюдили еврейскому народу ну были там всякие древеси были всякие сикарии вот и спорные чуваки которые там не знаю нападали на своих политических оппонентов и кирачили кинжалами сикари от слова сикар кинжал вот вот такой теперь там были всякие чуваки которые ждали учителя машеха и посчитали что он пришел вот было очень много уже машеха и самая известная была такая секта соботианцев последователи шабтай цви это люди которые думали как называется что они посчитали одного человека машехом он сам город на шеях а потом оказалось он ни хера не маша будет он как бы он физически кончил он принял ислам прямом смысле слова он принял ислам вот у него было был выбор либо принять ислам либо почти что в прямом смысле сесть на бутылку на этом его на на колхо собрались посадить вот султан да он принял ислам как бы все понятно в этом разочаровались но в нем на поле что он вряд ли тогда мессия но часть людей как бы остались при нем они потом приняли тоже за ним ислам некоторые не приняли но все равно как-то верили что он специальный машин это была такая целая секта соботианцы это очень негативно на евреях отразилось там были за них на многие проблемы и тому подобное так тут есть такой вопрос который пересекает в котором пересекаются и одновременно сейчас ненадолго не будет камера сейчас так вопрос который объединяет одновременно и религию и видимо вот национальность как иудеи относятся к евреям католикам тут такой вопрос еще раз ничего не понял как иудеи относятся к евреям дефис католикам то есть если человек еврейской национальности принимает католицизм соответственно что нормально плохо смотрите с точки зрения иудаизма понятно что мне наверно свидание это плохо конечно это проблема как части коммерческого камера вот это проблемная вещь на нем конечно не поддерживает теперь теперь если мы говорим если мы говорим продолжать я такого человека считать евреем то тут есть разные точки зрения классический еврейский закон продолжают но как бы считаешь что он должен сделать потом шву то есть шву это раскаяние вот если мы говорим про закон государства израиль такой fantasy corporations национальное явfaced царство чем проявляет национальное государство энг еврейские кмд государство всем это проявляет том что там есть закон о возвращении по которому каждый явный приложить израильское гражданство неважно где он находится и redes sia есть еврей 菜 и кор unpackage а ты можешь получить израильское гражданство короче говоря но вы в этом даконе прописывается соответственно кто такой еврей и для этого определения и евреи там и там понятно что рожденный от евреев, либо принявший ги-юр. Ги-юр – это принятие иудаизма, прошедший ги-юр. Это долгая процедура. Что это тоже интересно, потому что если человек, не знаю, китайцы, принимает православие, он же от этого русский не станет, согласитесь. А вот если китайцы принимают иудаизм, он станет не просто иудеем, а евреем. В законе возвращения сказано, что, соответственно, кто такой еврей, родившийся, либо прошедший ги-юр, но при этом не сменивший вероисповедание. То есть человек, сменивший вероисповедание, он не считает больше евреем по закону возвращения, по израильскому закону. К нему никаких претензий нет, он может быть хороший человек, это его право стопроцентно, но евреем он после этого не считается и не имеет права на получение израильского гражданка. Тут такой вопрос, как изменилась жизнь Каргина после репортажа по ТВ, тот самый репортаж, знаменитый. Какой из? Который был с Миносян, видимо. Ну, последний, или он уже не последний? Слушайте, я не хочу углубляться в эту тему, я занимаюсь общественной деятельностью довольно... Не, я отвечу просто без углубления именно в этот репортаж. Ну, понятно. Я занимаюсь довольно давно общественной деятельностью, это влечет за собой определенные риски, у меня разное в жизни было, начиная от угроз и кончая обыском. Жизнь очень непростая и многогранная штука. Этот репортаж, понятно, что это была определенная нестандартная ситуация, но это лишь одна из сотен таких ситуаций, она не могла сказать, что это было кардинально новое, либо кардинально что-то, не знаю, в принципе, отличающееся. То есть, плюс-минус такие ситуации периодически происходят, плюс-минус я их решаю. Вот как-то так. Так, у меня тут еще вопрос появился, а почему вы канал не ведете, или у вас есть канал? Тут есть своя, как бы, своя, как говорит наш Равин, необрезанная залупа. Вести канал, то есть, вообще, как бы, начать полноценную примерскую деятельность, вы, наверное, понимаете, Александр, поскольку вы этим занимаетесь. Ну, да, 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 да. Как я вижу, у вас там на луж, там все обустроено, там, да, под это дело. Вот, это время, это силы, и это надо прям, ну, тратить на это, да. Теперь, это сложно совмещать, то есть, наверное, в период коронавируса это можно, как бы, да, совместить с какой-то другой деятельностью, вот, но вообще глобально это сложно с чем-то совмещать, потому что, да, я должен либо одно вести, либо другое. Теперь, теоретически, я могу просто кого-то поставить на канал, да, и был какой-то там администрат, но, опять же, тогда надо нанимать дополнительного человека. У меня и так вот есть, как бы, человек, который работает, вот, он занимается другим. И, сказать, ну, как бы, если я должен будет кому-то платить зарплату, нормально, хорошо, видно, надо нормально платить, то, как бы, а какой смысл, сколько я зарабатываю, сколько я, блядь, и заплачу. Ну, понятно, что от этого канала много не получишь. Это, блядь, просто не имеет смысла. Если какие-то прикольные видео я делаю, то я их выкладываю, как бы, да, я их выкладываю на канал. Вот, а так, у меня аудитория и так есть через Телеграм, через ВК, через всякие вот эти стримы, вот, по ТВ иногда показывают, как вы упомянули. Ну, вот, круто. Ну, да, ну, да. Иногда я делаю стримы через Инстаграм. Для души, да, раз в неделю, вот, собственно, по понедельнику. Кто хочет, подписывайтесь на мои видео. Ну, вот, друзья. Так, у нас вроде бы, что у нас там внизу указано? Скорее всего, указано просто у вас страниц ВКонтакте. Каргенизм. Я могу вам скинуть сейчас. Да, 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 сейчас как раз так, так, так. Сейчас я скину. Ну, там я делаю, да. Я вот как-то взял. У меня только сегодня был такой забавный. стрим, с девочкой. Она очень рожачная. Мама, это, как она сама себя называет, еврейка РСП-шница. У нее трое детей от разных мужиков. Она очень угарная деваха. Вот, если бы ей так вот смешно получилось. Так, все, секунду. Так, все, сейчас все сделают тоже. Я своим людям тоже написал. Сейчас все поправят. Так, кстати, хреново. Так я вам сейчас скину. Да, я вам скинул на Инстаграм. Так, вижу, вижу, вижу Инстаграм. Так, куда, где, где, где скинуто? Я вам вот так скинул. Понял, понял, понял. Сейчас. Все, сейчас выложим обязательно. Такс, 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 все. Так, 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 так. Друзья, там был какой-то интересный вопрос, я видел. Может ли гость поподробнее рассказать про эфиопских евреев? Это такая группа среди евреев, называются они фалаши, да, это евреи в Эфиопии. Есть спор, являются ли они этическими евреями. Сейчас большинство все-таки приходит к мнению, что нет, не является, что они празилиры, то есть какие-то их далекие предприятия приняли иудаизм. Вот, причем это был, видимо, еще такой древний иудаизм, то есть до-талмудический, поскольку у них нет талмуда. Они, как бы, талмуды не использовали. И это, как бы, такая группа, которая жила в Эфиопии, они там даже в какой-то момент делали восстания, где свои квази-государства организовывали. Но к концу 20-го века их стали так дико опиздюливать. Вот, и государство Израиля решило спасать своих черных братьев. И было несколько операций, да, там операция Маше, операция Соломон. Вот, по-моему, я правильно говорю, да, по-моему, я правильно говорю, Маше и Соломон. Их, большую часть, из них практически всех вывезли из Эфиопии в Израиль. Потом уже, там, в конце 90-х, в начале 2000-х, еще вывозили, ну, уже не их, а их родственников. То есть они уже были не евреи, а, скажем так, эфиопы, которые, там, не знаю, там, имели родственников вот среди вот этих эфиопских евреев. В итоге, на сегодняшний день в Израиле проживают где-то 100-200, по-моему, 200 тысяч эфиопских евреев. Такс. Тут вопрос от просто Юры, спасибо большое за ответ. Тут вопрос от Юры. Готов ли Каргин закрыть глаза на антисемитизм того или иного культурного деятеля, если тот оказал, в свою очередь, сильное влияние на цивилизацию? Например, Вагнер или Лавкрафт, ну, или Достоевский там, например, тоже можно от себя добавить. Смотрю, Шеонович, готов закрыть глаза. Я считаю, что глупо смотреть на историю сегодняшнего момента, потому что в каждый исторический период были свои особенности, и игнорировать их просто нереально. Понятно, что если смотреть сегодняшним взглядом, с учетом наших, да, гуманистических сегодняшних концепций, да, которые доминируют, то вся история, это одно угнетение, это все суки, все, без исключения, все друг друга угнетали и геноцидили, и вообще ужас, ужас, ужас. Это глупо так просто, потому что, ну, понятно, что надо, если мы оцениваем какого-то исторического деятеля, надо понимать, что он человек своей эпохи, надо судить его, постараться, это сложно, но стараться судить глазами той эпохи. Вот на, там, начало, знаю, вообще, на 19 век антисемитизм, к сожалению, на этот раз данный, был некой социальной нормой в Европе. Просто социальной нормой. И, ну, тогда у нас там все мудаки, ну, по факту, да, ну, получается так, а кто там из серьезных людей не был антисемитов, в той или иной степени. Вот, например, там, погромы уже не считались социальной нормой, и дальше мы можем видеть, что если человек там оправдывает погромы, это, естественно, проблема, да, а если, как бы, ну, просто не любят евреев, ну, окей, ну, тогда это было нормально, и глупо сегодня, как бы, по этому фактору как-то судить. Вообще, в целом, если, как бы, смотреть на то, совместимо ли совместимо ли совместимо ли злодейство, да, и гениальность, ну, конечно, совместимо. Конечно, они совместимы, и, то есть, ну, как бы, Вагнер был антисемит. Вагнер как раз он отречался от Гоголя или Достоевского, потому что, ну, Гоголь и Достоевский, они были такими антисемитами в рамках социальной нормы. Вагнер был, на самом деле, за социальной нормой. Он был жесткий антисемит, там была известная тема, когда он играл чьё-то произведение, мы к нему подошли и сказали, что он дирижировал. Он говорит, что это произведение, которое вы играете, оно евреем написано. Он говорит, а вы не обратили внимания, я перчатку дирижирую, теперь я не хочу до этих листов затрагиваться. Он был такой прям упоротый чувак. Отменяет ли это то, что как музыкант, как композитор, он был гением, никак не отменяет. Это одно просто, они не пересекающиеся вещи. Одно правда и другое тоже правда. Он был тоже гениальным, гениальным музыком, полет в Алькирии и так далее. Так, спасибо. Тут на самом деле сейчас такие сложные вопросы. Горские евреи, таты, этнические евреи или же это обращенное местное население? И как дело обстоит с хазарским каганатом? Тут такой вопрос. Надо разделять, таты, горские евреи это разные вещи, их объединяют в одно. В Советском Союзе так было. Многие горские евреи записывались татами. Многие прошедневских европейских евреев, на самом деле русские евреи это разные народы. Таты и горские евреи тоже разные народы. Кто такие горские евреи? Есть две версии. есть версия что это потомки празелитов есть версия что это этнические евреи и если этнические потомки потомки группы евреев которые ушли из израиля еще во времена после разрушения первого храма вот обе версии существует сегодня более распространенная котором доминирует вторая версия что они этические евреи такс 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 что у нас там еще есть еще раз там еще есть не вижу больше вопросов тогда могу попробовать задать от себя а как вообще к философии относитесь в целом как позитивно но слушали философы но это какие-то не щеброда бля ну по факту если на убер маргинал там но убер маргинал молодец он научился как это модель монетизировать если у вас тоже получается как то я очень рад вот но в целом это как бы все хорошо но сказать это очень неприкладная вещь я какие-то вещи философии мне интересны да какие-то я работы писал там я стойки нравились стойки курейцев да и про пикурейцев я тоже как их оппонентов писал вот но я не могу сказать что я не могу сказать что философия меня сильно увлекает вот история до идеологически это вещи да вот но философия не к нейтрально отношусь нейтрально нейтрально позитивно ну нормально такс еще у меня один вопрос по кабале соответственно как кабале относитесь чё знаете может интересное может что-то рассказать сможете про кабалу интересная штука просто я в ней сам не еще много разбираюсь хотел бы да кабала кабала не ебала прошу прошу ну и в смысле вот вопрос был собственно что больше нет нет смотрите я ну есть люди есть люди которые называются каббалистами практически на каждого каббалисты и другой каббалист который того каббалисты каббалистами счета вот говорить о каббале можно очень долго и поверьте то есть вам не будет интересно потому что это довольно такая многогранная вещь на которой есть очень много трактовок да и старюсь если вы спросите какого-нибудь последователя берга или вайтом они считают каббалистами а там раввины их не считают каббалистами а еще христианская каббала тоже есть как бы ну понятно что там и другие вещи такие другие направления я каббалу не признаю и так далее и тому подобное вообще в целом каббала это еврейское мистическое движение не очень понятно когда оно зародилось то есть есть официальные есть неофициальные версии вот я склоняюсь тому что средние века когда в принципе зарождались мистические течения почти во всех абрамических религиях вот и я отношусь лично каббалек критично поскольку я я близок все-таки к материализму и совсем такие откровенно мистические вещи они у меня вызывают скептицизм вот вот как-то так собственно мне всегда юдаизм нравился тем что это очень такая логическая религиозная концепция очень такая вот очень построена на логике на на каком-то попытки понять все головой не на мистике не на вещах через сердце через эмоции а именно через осмысление тогда давайте попробуем пойти в эту сторону что значит как как через осмысление в общем-то иудаизм понимать что понятное дело из всех авраамических религий я например с иудаизмом знаком в меньшей вообще степени но с исламом я знаком больше у меня как бы образование магистрская по всяким восточным религиям включая восток она вот такой вот который исламский по большей части еврейский восток я никак не затрагивал к сожалению вот поэтому мне было бы интересно например вот послушать здесь ну смотрите собственно говоря то в чем чаще всего обвиняют иудаизм до меняли его религии которые вышли из иудаизма да это вот такая много бюрократичности можно сказать да вот такая такой формализм что вот есть заповеди их надо исполнять самое главное исполнение заповедей вот такие вот вот такой формализм формализм такой а то что там у тебя в душе во что ты веришь это вторично вот и в этом как бы и заключается логичность потому что через вот эти заповеди через какие-то действия выстраивается определенная логика логика поведения человека на основании которую собственно строится религия то время как там других динаминациях и когда самое главное это что-то прочувствовать сердцем доверяда там сердце и тому подобное здесь это не так здесь говорят что ну как мне понятно вера тоже должна быть как бы вера эта вещь такая вещь такая эмоциональная за сегодня ты веришь в одно завтра в другое самое главное это действие это поступки да они создают какую-то вот такую некую логическую последовательность в тебе которая тебя должна по идее привести к богу ну вот что я имею ввиду на практике я проведу как бы такой отдаленный пример и мы вернемся куда-нибудь вот например представьте что там есть там вот у вас есть две девушки вот да две девушки вот и одна из них такая говорит там александр я вас люблю любовь еще быть может моей звезде погасло не совсем ну ладно вот но как бы не то чтобы не тревожит но как бы она говорит что любит вас но ни хрена для вас не делает ну ничего как бы то есть не ну понятно что вы как-то поделись с мамой вот мама она что же женщина вот ты книг маме вот там если что то ну в общем как то так и вторая девочка которая которая это не то наоборот все для вас делают да там надо приготовить приготовить надо приехать при этом вот как-то поддерживает понятно вы что что для нее делать и нас все время как-то с вами вопрос кто из них вас любит вопрос от определения записи от любви в данном случае да оставьте ну вот просто по человечески вот как вы сказали вот одна там маша другая таня пусть маша это которая дает важный момент маша который первый который нихрена не делает она все время говорит что вас постоянно говорит да а таня которая все делает но она не говорит ни слова про любовь вот кто реально любит ну допустим таня пусть будет пусть будет а пусть будет что ни одна из них мы по условиям задача не понимая ни одна не любит просто обе хотят там замуж за вас но мама маша потупе а то не более прохаванная более грамотно делает ну вот пусть так будет но почему правильно в данном случае правду выбрать наверно таню потому что у тани есть шанс вас полюбить потому что когда ты вкладываешься вверх что-то делаешь ради человека ты постепенно таким образом ты вкладываешься в него ты начнешь его ценить потому что когда ты уже до хрена для него сделал тебе уже жалко его бросить уже пострали потратил силы время блять деньги ну сука ну уже когда жалко да ты как бы купил акции в этом предприятии по этой же причине знаете я когда-то работал судебным приставом и была забавная вещь что я заметил что мужчины часто довольно когда вот он не разводится женщины если там есть маленький ребенок но довольно часто не его оставляют есть такое что что есть но если если там они разводятся когда там уже там прожили с этой женщиной долгое время и ребенка там пять десять тем более почти никогда него не оставляют и не то что платит алимент они еще придут скажет дайте обеспечить себя с ним виделся и так далее абсолютно другая история почему потому что он уже вложился в этого в этого ребенка у женщин есть материнский инстинкт там там родился да и вот это почему важно материнский инстинкт потому что если бы его не было то женщины бы просто бы не ну не воспитывали детей потому что как бы вот она только родилась и как бы это существо которое там дикую боль доставила и так далее по идее она должна на бороться страницы и этот инстинкт это именно инстинкт животных как бы его невозможная логика он как раз чтобы она начала воспитывать природы поэтому ведет но мужчины нет отцовского инстинкта мы вот в этом по логике просто живем и когда мы вложились человека мы его ценим а есть там муде хорошая фраза купи себе друга купи себе друга и имеется ввиду не заплати ему бабки имеется ввиду сделай когда когда ты начнешь имеется ввиду твое отношение к человеку не его к тебе а твое к нему чем больше ты сделаешь для человека больше потом будешь тени вот к чему эти все это я говорил когда ты делаешь ты потом это ценишь вот сегодня вы верите там не знаете вы суса завтра в аллах а послезавтра будут все может менять свою точку зрения если если это только эмоции если только в сердце а что говорится и делайте заповеди накладить эспирин там собедайте шаббат и так далее неизбежно каком-то этапе вы подумайте а нахуя я это делаю и в тот момент когда вы подумаете вы начнете приходить к богу каким-то вещам и так далее это я провел только одну показал логическую цепочку которые есть иудоизм а так иудоизм весит логическую цепочку не мне это что меня это привлекало на мой взгляд это круто это вот то что собственно иудоизм выделяют тут вопрос чате являются ли иудеи метроистами вот не тренды нет почему и этим трейдер надо понять до конца что не цветут в метроизм то есть там же несколько насколько я помню есть определение что он что он имеет ввиду я сам не особо понимаю попробуем я за несколько но они это все определенное как бы восприятие насколько я помню бога но как бы идея монотеисты там нету какой-то двоякова троякова восприятия такс не знаю не знаю точно что подразумевается в данном случае потому что она по сути здесь про бога митру по сути пишут я в принципе так и подумал я не понял чего туда последствия метроизма сейчас это про бога митру дать про бога митру я не знаю я помню что это какое-то есть опосредованное восприятие помни троизма могу а я мог ребят по-моему вот как там уже не так это какое-то восприятие бога через посредника в этом плане нет конечно гудоизм не через посредника к богу митры дает вообще нибудь никого значения у нас бога по-другому зовут вот в общем пишут пояснил был договор выше бога вот что они считают вот типа вот вот так вот вот посредничество нет договор не выше бога просто бог не праер он не может свои слова согласно гаиду если одни раз заключили договор то это навсегда он не может передумать потом то есть он не может сказать активно сначала избрать один народ потом другое посадка третий почему и вообще не может передумывать почему потому что бог мне времени и пространство заранее знает что было есть и будет на и будущее проще говоря и соответственно он не может передумать поскольку но он тогда не будет делать какое-то действие которым потом придется отменять какой-то смысл он вначально его не будет делать вот так так у нас тут еще один вопрос про религию сейчас видимо много пролегии будет ну что на самом деле это интересно именно вот иудаизм как давать александр только единство меня где-то еще минус 40 а ну отлично 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 ну на этот вопрос точно хватит расскажите про иудейскую эсхатологию вот там что интересно это бы огромный вопрос что конкретно интересует ну можно в общих чертах самых я думаю не все знают даже в общих чертах такой вступительный небольшой там вступительная статья в википедии называется просто будет конкретно спроси какую конкретику в данном случае потому что очень общие вопросы на них очень трудно отвечать ну так раз к расскажите в двух словах еврейскую историю да например так ну например можем попробовать самого простого что происходит со временем после смерти кратко вообще вот-то вот так вот че сейчас душа в рай отправляется либо вселяется в тело там или очень кратко сколько евреев только и мнение четкого понимания нет рая и ада в христианском варианте в удаизме нет вообще откуда в христианстве пошел этот рай от Ганедана это место, где находился Авраам и Хава но это не рай не то место, куда попадают люди после смерти ада и рай не существуют считается, что главный бонус после смерти это нахождение души рядом с Богом главный антибонус это нахождение души либо далеко от Бога либо душа ликвидируется и тогда ничего просто не будет после смерти место, где кого-то жарят, парят отглаживают, такого у нас нет и сатаны, кстати, в иудаизме в том виде, как христианцы, тоже нет потому что христианцы максимальный монотеизм на игровом поле под названием мир есть только один игрок, и это Бог и все это его производные им контролируется чем отличаются люди от ангелов ангелы не имеют собственной воли у человека есть воля, у ангела нет воли ангелы, это по сути отчасти в иудаизме это и есть Бог это как бы такая программа программа Бога есть ангел сатан сатан вот вот этот ангел сатан это как бы это тоже как бы сторона Бога на самом деле это такой ангел прокурор есть на последнем суде ангелы, которые говорят да он нормальный мужик нормальная девочка была все норма вот кто-то говорит да вы что охренели он он с Лусинэ Миносян делал стрим ну какой нормальный вот ну вот как если у себя не обидится она правда милая девчата вот да то есть это какой ангел прокурор но и то и то как бы этот сатан это все равно часть Бога он под контролем Бога он там не воюет с Богом не может ничего там против него сделать не восстать ничего то есть это абсолютно не тот не тот персонаж который есть в христианстве это как бы программа Бога просто такой ангел прокурор вот и все кстати интересная тема потому что же на самом деле некоторые христиане там какие-то христианские поэты порой типа Волошин они бывают оправдывают сатану в том плане что ну вот он понятно что сатана не всемогущий он Богу во всем проигрывает очевидно соответственно да и он возможно даже является жертвой вот такого вот своего положения условно не то что он сам своей волей как бы все это продуцирует то есть падение вот этого не спадения демонов там ангела демонов нет в общем то у вас да в иудаизме то есть падших ангелов нет ну ангел это как производная от Бога это программа Бога она не может противов блантоваться и так далее в общем программа которая является некой частью его да поэтому сатан это не зло в иудаизме сатан это просто ангел прокурор поэтому нет все вот эти темы с восстанием против сатаны против Бога это уже больше более поздняя христианская догматика ну то есть это все христиане да но к иудаизму это не имеет отношения не ну просто такая штука есть еще что получается мусульмане то они тоже самую тему повторяют у них шайтан он тоже как бы возгордился увидел Адама и Еву ахерия нет интересно интересно да нет понятно в этом плане что ислам он ближе к христианству ну копирует христианство именно в этом именно в именно вот в этой части да есть вещи в которых ислам как ни странно да он ближе к иудаизме есть монотеистичные монотеистичные там троицы нет там все такое да в этом плане да конечно в этом плане да на самом деле действительно довольно интересно а змеи а что со змеем кто этот змей в саду смотрите во первых это не змей почему потому что то есть если мы берем текст Торы который написан на иврите на древнем иврите вот и соответственно надо на этом языке читать то есть огромная проблема с переводами переводами Танахо и Торы в том числе да то есть всего ветхого завета на другие языки почему какие проблемы вы читали наверное на русском да в ветхий завет читал на русском читал да ну вот вы читали перевод перевода с перевода ну конечно я знаю об этом да окей может что имеется ввиду то есть был первый перевод Типтуагетто Это перевод на греческий язык, который был сделан еще негодолго после Александра Македонского, до истории с восстанием против греков, истории Хануки, Маковейских войн. Тогда были хорошие отношения, держава Платомеев в Египте, это была греческая держава, и было сделано перевод. Уже много позже был переведен греческий текст на церковнославянский, это было в средние века сделано. Это если мы говорим про православие, католицизм это отдельная история, но там похожие вещи. Это было сделано намного позже, что интересно, когда Русь принимала христианство, если не считать людей, которые знали греческий язык, никто другой не мог Библию прочесть, потому что она была тогда только на греческом написана. Потом ее приводят на церковнославянский. И далее она существует только в церковнославянском языке. И тоже не все понимают, это не все могут прочесть. Очень большое количество просто не может нормально прочесть. И только в конце 19 века ее переводят на более-менее современный русский язык, и то это РПЦ было против. И таким образом это как бы, то есть, причем каждый раз этот перевод происходит не с изначального оригинала, а с предыдущего перевода. То есть с септуагетта с оригинала, потом на церковнославянской септуагетты, на современные русские с церковнославянского. И понятно, что там очень многие вещи, они как бы либо многое неверно переведено, либо, ну, точнее, юдоизм, если есть. Либо какие-то вещи, ну, либо что-то неверное, что-то частично некорректное, что-то вообще очень некорректное и так далее. Вот. И из-за этого есть как бы расхождение, зачастую очень многие расхождение в тартовках текста и так далее, поскольку, понятно, что юдоизм ориентируется на древний еврейский оригинал. Ну, вот. Так вот, если мы берем древний еврейский оригинал, историю со змеем, то чем там пьючком, почему я говорю, что это не змей, потому что это какое-то было существо, которое, вот если помните, когда они сожрали вот этот плод, да, который, скорее всего, не яблоко, когда они его сожрали, там каждому было дано свое наказание, там, Ева должна была поражать в муках, там, ну, Адам, понятно, пахать, да, содержать потом Еву и тому подобное, ну, стандартная ситуация довольная, да. Вот. А какое было наказание для змея? Для змея было наказание, что он будет, и, да, и обоих людей изгоняют из Ганедана, вот, а для змея было наказание, что он будет ползать по земле на животе, и люди будут топтать его ногами. Это было его наказание. То есть он как бы стал змеем. Соответственно, до этого он не был змеем. Есть прикольный, в кавычках, такой израильский мультик, который все это обыгрывает для детей, кстати. Вот. И там вот этот змей, да, показан, как такая сороконожка огромная. Когда вся эта херня происходит, у него просто ножки отлетают. Пара-пара-пам. Понятно. Вот как-то так. Поэтому змея не был, скорее всего, змеем. Змеем он стал. Интересная, кстати, тема, действительно. Тот вопрос от Магомета Алиева. «Были ли серьезные конфликты и противостояния между евреями и арабами до XX века?» Это, скорее всего, были. Но я точно не знаю, конечно, что были. Были, 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 конечно. Были, скажем так, просто на фоне, на фоне, не знаю, антисемитизма и преследования евреев, которые были в средние века в Европе, в арабском мире, на востоке этого было меньше. Ну, конечно, это тоже было. И были погромы, и были ограничения. Статус, связанный со статусом зимы, которые были у евреев. Конечно, это тоже было. Ну, как бы так. Ну, да. Тем более, скорее всего, ну, так, в средние века, в седьмом веке, получается, ну, евреи же были тоже на Аравийском полуострове. Ну, соответственно, и, скорее всего... Нет, там был конфликт, конфликт, который описан, это отдельная тема, это конфликт, который описан в самом... в самом Коране между Магометом и двумя еврейскими временами. Там, где этот конфликт, он описан прямо в самом Коране. Ну, скажем так, в историческом плане, вне Корана, мы подтверждения тому конфликту не находим. Ну, по крайней мере, я не знаю исторических свидетельств, которые говорят о том конфликте. Если говорить тоже о более поздних временах, то, повторюсь, все познается в сравнении. И если мы говорим про Средние века, то и даже там эпоха Возрождения, то евреям в мусульманских странах жилось лучше. Это просто данность. И, например, когда было изгнание из Испании, очень многие сбежали в Османскую империю, где их приняли. И очень хорошо приняли. Но при этом, да, конечно, конфликты были. Эти конфликты как бы были во время Арабского халифата. И уже позже, когда были различные отдельные исламские государства, и в том числе, когда была Османская империя, особенно эти конфликты обострились в конце 18-19 веке. У нас тут еще один вопрос про религии. Можно ли назвать христианство, ислам, адаптации иудаизма под другие территории населения? Спрашивает Белл. Ну, есть такой философ, мыслитель, очень однозначный, к этому я однозначно относился, Пинкас-Полонский. Он так и считается. Это как раз его теория. Я бы... Он религиозный сам человек, это его концепция. Я так не считаю, потому что, как сказать, что это была какая-то целенаправленная адаптация. Нет, это была часть исторического процесса. Вот так сложилось. Причем было очень много, во многом случайности, по которым именно христианство зашло. Было много вещей, по которым, если мы говорим, исторически, да, по которым могло это не произойти. Христианство было небольшой группой внутри иудаизма долгое время. То, что это именно вышло из иудаизма и распространилось. Это был целый ряд моментов, которые повлияли. Они могли случиться, могли и не случиться. Вот так исторический процесс случился. То же самое с исламом. Тоже все было непросто, неоднозначно. Еще во времена, если брать исторический процесс, да, во времена борьбы мусульман со языческими, тоже там могло, я имею в виду, внутри аравийского плотства, тоже могло по-разному получиться. Но вот получилось так, как получилось. Так, и мы тут продолжаем вопрос про религию, судя по всему. Как известно, христианство рассматривает язычество как поклонение бесам, то есть слугам сатаны. А есть ли какая-нибудь позиция у иудаизма по данному вопросу? Ну, видимо, как к язычникам, а то есть к многобожникам, что там? Нет, ну, понятно, что у иудаизма проблемно, то есть в язычестве, да, это очевидно. Там дело не в поклонении бесов или сатане, нет, ну, как бы, там есть две теологические причины. Первая причина чисто теологическая, ну, потому что это не боги, как бы, да, это не боги. В этом плане, конечно же, то есть надо понимать, что, например, вот там, если мы говорим про отношения христианцу и к исламу, это кардинально другое отношение. Вот, например, по Рамбаму, например, в мечети можно молиться еврею, да? То есть это не значит, то есть это, как бы, с точки зрения иудаизма, понятно, как мы неприемлемо, если он, там, если еврей, там, принимает другую религию, принимает ислам, принимает христианство, да, это понятно. Но, например, вот, там, есть разные точки зрения, Рамбам считает, что в мечети можно молиться, ну, вот. Молиться, он имеет, ну, он имеет в виду по-еврейски, конечно, все равно молиться. Вот, то есть это, это, как бы, совершенно другое отношение, да, чем к язычеству. Теперь, в чем проблема с язычеством? Первое, что это, с точки зрения иудаизма, не боги, понятно даже. А второе, есть, как бы, вот это тоже, если он говорит про логику, которая есть в иудаизме, это, вот, довольно интересная логика. Ведь, язычество в древнем мире, это было не то, что язычество сегодня. Ну, сегодня, согласитесь, это немного ролевики, чуваки. Ну, есть такое. Прыгают через, да, прыгают через костры, там, вот, у меня был знакомый, да, так они там просто реально деревянным письком поклонялись, вот, ну, натурально, ну, ради бога. Но это ролевики. Теперь, в древнем мире язычество, это был способ объяснения мира и нахождения себя в смысловом пространстве. Они через это воспринимали, объясняли как-то мир. Это абсолютно другая история. И, соответственно, вот есть, например, чувак, он покороняется, там, знаете, к нескольким вещам, там, не знаю, там, ручки, там, пантеон богов, ручки, как это называется, вот, для от айфотцев, да, и какая-то у меня здесь пока еще херня какая-то, не важно. Вот, короче, вот, возьмем, вот, поклоняется, у него здесь вот эти три вещи, вот, теперь, он поклоняется, 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 вы не подумайте, там, это был карандаш, как я этого показывал. Вот, он поклоняется, 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 все замечательно, но надо понимать, что он же, то есть, это же не просто им поклоняется, да, то есть, он, как бы, это некие, вот эти боги, да, для него, это некие моральные авторитеты, которые ему потом говорят, что можно делать, что нельзя делать и так далее. Но, по факту, мы понимаем, что это всего лишь футляр для айфотцев, и этот футляр для айфотцев, которым, если я ему поклоняюсь, по сути, я поклоняюсь сам себе. То есть, футляр для айфотцев, это есть я, а мое некое, там, альтер-эго. Ну, там, идолы, там, не знаю, вот эти вот, золотой телец, как бы, вот, как бы, вот, прям, физически. Да, золотой телец, это библейская история, а так были реальные идоли, там, бааль, там были, там, не знаю, кумирные деревья, там, ну, там много было, да, пантеон, ББЖ, там, разные, да, вот. Это понятно все, что это и были сами люди. Теперь, на протяжении, как бы, взросления человек становится хуже, хреновее, это нормально. Потому что жизнь тяжелая, как бы, а тогда она была намного тяжелее, чем сейчас, сейчас, да, люди становились еще, еще хуже, со временем. Есть такое мнение, что вот дети жестокие, но дети, почему жестокие, вот, не хочу никого обетить, дети жестокие, просто потому, что, ну, не развиты, да, то есть, они делают какую-то херню, просто потому, что, потому, что не понимают, что это херня, да, человек взрослый, почему его херня, ну, хуже, чем херня детей, потому, что он-то понимает все, он-то делает осознанно, вот, и с возрастом, мы, именно, вот, в этом плане, становимся хуже, мы, чем осознанно делать зло, это неизбежно происходит в каждом, так вот, вот, если я поднаклоняюсь айпоцам, да, футляр от айпоцам, то, годами, да, я становюсь хуже, и этот футляр становится хуже, правильно, то есть, я, как бы, вы сами, а это же мое альтер-эго, я его спрашиваю, там, не знаю, могу ли я сделать геноцид такой деревни, а это и есть я, я говорю, конечно, блять, ну, естественно, ну, че мы, люди-то свои, да, я сказал, что еще хуже, мой бог стал, я еще, а это же просто, это и есть я, и получается такой некий замкнутый круг вечного падения, и поэтому все вот эти языческие божества, которые, вот, если посмотреть по истории, они все начинали, как какие-то довольно позитивные, а потом, заметьте, они почти все древние времена требовали себе каких-то человеческих жертвоприношений, они все стали очень кровожадными, там, я вот, я вспомнил, Бааль, ну, это те, как раз, кем, вот, это божество, которому поклонялись в Канане, с которым, там, воевали, ну, не с божеством, а вот, да, с теми, к кому поклонялись, с ними воевали евреи, да, там было довольно очень кровожадное божество, изначально оно таким не было, оно стало таким, Оно стало таким, да, стало в кавычках, это же просто, да, были изображения, и все, вот, оно стало таким, и там, например, была такая история, что когда человек строил дом, он должен был, мужчина, отрубить кулу своему первенцу, закопать на основании этого дома, и это было такое, да, такое жертвоприношение Бааля, опять же, кумирные деревья, которые я упомянул, опять же, им приносились тоже жертвоприношения, привязывали человек к этому дереву, там скрывали вены, считалось, что вот таким образом, это кровь, она питает этого Бога, это Бог, это дерево, ну, вот, то есть проблема была, вот эта логическая, если не брать теологическая, логическая проблема с ежичеством, что это вечное падение вниз, и даже если вот начинает этот Бог, который тебе придумали, как такой довольно позитивный, то на каком-то этапе, поскольку вы станете хуже, и это вот такое вечное падение, то Бог станет очень кровожадным, и вот вы перейдете к какой-то же, а это неприемлемо, вот, и можно сказать, что одна из главных причин, почему евреи так вот активно противостояли язычеству, язычников, да, почему там были такие конфликты, это то, что у язычества были человеческие жертвоприношения, говоря современным языком молодежи, евреев от этого жутко бомбило, вот, да, евреев это не устраивало, и вот из-за этого был конфликт, то есть вот, вот такие две вещи, две линии протестантиологической, что это просто не боги, и точные логики, что это вечное падение вниз, и будет становиться все более-более, ваши божества будут становиться все более-более жестокими, и этот будет кровь пролитен. Так, не, спасибо большое за ответы, серьезные, я как понимаю, вам уже скоро идти, да, ну вот прям вот сколько еще? Ну, 15 минут. 15 минут, ну, видимо, тогда под конец можешь задать такой юмористический вопрос, спросите Каргена, как ему труселя Вассермана, и я от себя добавлю, как вообще эта ситуация сложилась, да какая реакция вообще получилась? Ну, да ебца, ну, дед красава, что? Согласен. Напоминалка сработала, да. Напоминалка. Слушайте, ну, может быть, я сейчас вижу в труселях, вы не знаете. Ну, если напоминалка сработает, я узнаю, видимо. Да, да, надо камеру просто не ромять. Может, Александр, вы там сейчас наяриваете, а мы это тоже не видим. Нет, на самом деле у Маргинала были стримы, где он сидел, ну, в таких шортиках, он бывает встает такой и идет в шортиках куда-то, вроде нормально. Ради, ради бога, слушайте. Вот. Если честно, если вы просто, ну, не ловкость, неожиданность, неожиданность этой ситуации, то она вообще лица выявила. Согласен. Это если откровенно. Я ее три раза смотрел, мне ее три раза заказали. Ну, она была, слушайте, она была ржателем, я выглядел с этой камерой. Я бы не могла посмеяться. Ну, это просто неожиданно. Ну, пожалка. Да. Вот, вот как-то так, да. Ну, будут еще сейчас, мы говорим про очень интересный коллаб. Будут прикольные сейчас вещи. С кем, если не секрет? Планируют. Ну, пока секрет. Ах, ладно, ладно. Не, серьезно, тогда круто. Может, сейчас еще вопрос тогда под еще, если еще время есть? Ну, пока есть. Так. Спрашивают, абстрактный бог, который, ну, видимо, единый, монотеистичный, он хуже не становится? Вот спрашивают в таком случае. Хороший, кстати, вопрос. Там неожиданно даже. Я думаю, что у меня неожиданно даже не от вопроса, а то, что мы какие-то более меня... Я чуть думал, что более рофельно будет стрим, а он такой более серьезный. Ну, вначале я позволил порофлить немного, и обычно у меня такие вот стримы бывают гостевые. Я рофлю обычно один, ну, то есть, с гостевыми как-то мне тяжело, ну, то есть, вроде бы, хорошие, адекватные люди приходят, интересные. Про иудаизм интересно послушать, например. Я мало знаю, мне очень интересно слушать, да. Смотрите, вот, единый монотеистический бог воспринимается именно как бог, который, так сказать, он не может передумывать. С язычными богами другая ситуация, у них же все время, у них же есть история, они развиваются, кто-то с кем-то спит, ну, вся эта цифология, да. Там вот эта вот есть, вот эта концепция, да. А с монотеистическим богом есть принципиально иная... Я, честно, не беру момент, есть бог, нет бога, я вот вне сейчас этого говорю. Но вот есть принципиально другая вещь, что он один раз установил какие-то правила, и поскольку он знает, что было, есть и будет, будущее, он не может передумать. И поэтому вот он установил 10 заповедей, там, в случае, там, евреями 613, да, для евреев, да, и вот 10 основных, да. И все, как бы, не убей, значит, не убей. Опять же, там, вопрос, как понимать эту заповедь, другой вопрос. Ну, как бы, вот она есть, она есть. Не укради, не укради, там, не знаю, не наеби ближнего, не наеби ближнего, да. Вот как-то так. Блин, 613 заповедей, получается, прям вот существует у вас? Смотрите, это довольно условная с одной стороны цифра, но она устоялась, считается, что и да, 613 заповедей. Фу, нормально. Типа, из разных мест Тора они, как бы, достаются? Да, есть, да, да, как бы, их достаются. Или логически выводят из тех уже, которые есть, может быть, как-то. Это мне, видимо, пришло в личку, мне сейчас, где заповедь, или ближнего, нет, это шутка была, была, есть заповедь, да, не укради. Это тоже, отчасти, да, 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 красить, несомненно, плохо, рассуждается. Ну, и наеби тоже плохо, то рассуждается. Вот, считается, что 613-х и считается, что, да, из разных ЧТО они достаются. Не, круто, нормальный такой списочек, их вообще запомнить можно? Самое интересное, что нет четкого списка всех, что принадлежит. А, понятно. Да, здесь у Рамбана один список, у Рамбана другой. Есть основные вещи, которые здесь прямо, там, шаббат, опять же, здесь вот, серьезно, по-серьезному говорить. Не, там, не выжелай жену, ближнего, там, не укради, там, нет, не, точнее, даже, по-моему, не выжелай жену, они не прелюбодействуют. Да, они прелюбодействуют. Это именно к не выжелай жену, вот, там, не знаю, там, не укради, как я сказал, и так далее, соблюняй шаббат, это тоже заповедь. Вот, то есть, есть определенные, определенные именно заповеди, есть определенные заповеди, да, не сотвори себе кумира, не сотвори Идова, вот, это именно, они понятные заповеди. И таких понятных, четких заповедей, которые мы точно выводим, я думаю, я их не считал, но я думаю, где-то, может, сотни дверей, пару сотен. Остальные, они уже, там, ну, даже больше, пару сотен, сотни три-четыре, оставшиеся заповеди, они уже выводятся различными мировинами, по-разному, но вот эта цифра, 613, она в традиции тысячи. Так, тут еще один вопрос, несколько раз повторяют, как оцениваете творчество Тимура Мацураева? Никак. Да, это просто, смотрите, он просто в какой-то момент зашел, там, я не знаю, а потом о нем забыли, я думаю, если бы, не Толя Маргинал, про него благополучно было вообще, вы и не вспоминали, его сейчас, как бы, многие вспоминают, потому что Толя Круто. Самое интересное, что я не уверен, что сегодня многие чеченцы его слушают, я думаю, в красном, нет. Я думаю, что он слушает не чеченцы, если слушают. Так, у меня, в принципе, нет ни позитивного, ни негативного отношения. Ну, вот, чеченцы в чате, расскажите нам, слушайте, не слушайте. Ну, один, кстати, есть, в общем-то, он слушает. У нас в чате один есть, и он слушает, по крайней мере. Ну, как исключение, может быть. Ну, это вот, видимо, был тот самый мага, который задал вопрос. Да, это мага был, но не он задал этот вопрос, но он мне его заказывал полностью, Тимуром Зураевым. Слушают, пишет, запятая, в Аллахе, в Аллахе слушают. А-а-а. Вот. Понятно. Ну, это, видимо, не общее место. Насколько я знаю, насколько у меня, там, ну, с разными ребятами, когда общался, ну, не только чеченцы, да, там, если там, братья. Я, ребята, кавказцы, мусульмане, я имею в виду, я практически от них не слышал, чтобы они его слушали. Это не значит, что, наверное, кто это слушает. Но я, по крайней мере, с таким не сталкивался. Я слышал о Муртураеве, там, не знаю, когда сам студентом был, это было начало двухтысячных. Вот. Понятно, что песня про Иерусалим не вызывала у меня позитивный, позитивный отклик, да. Вот. Понятно, что она мне не понравилась. А так, ну, как бы, песни и песни, как бы, мне все равно было. Вот. А дальше, в следующий раз, я его по факту услышал, вот когда, вот, относительно недавно, когда вот начались все эти стримы истории, я думаю, что реально его сильно популяризировал именно Анатолий. Ну, по крайней мере, в данном сообществе, в нашем, вполне возможно. Сто процентов, сто процентов, да. О чем оригинал, кстати, слушает Муцураева? Какая... Понятия не имею, но здесь, ну, не знаю, не знаю. Я думаю, он это воспринимает, как-то, через, опять же, свой специфический элемент, то есть, я думаю, для него это элемент юмора, я думаю, вот. Хотя, песни Муцураева имеют очень отдаленное отношение к юмору, так. Ну, они довольно душевные, такие сильные эмоции у него там, но довольно опасные такие. Но там они, понятно, что какой они имеют, как бы, как он так, вектор, да. Да, 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 конечно. Мягко говоря, специфический. Конечно. Я думаю, что Анатолий слушает не из-за вектора, а из-за своего такого своеобразного восприятия. Ну, вряд ли он мусульманин, который будет там воевать за это. Вряд ли он сторонник, вряд ли он разделяет идею Муцураева. Да, действительно. Вряд ли. Ну, и, видимо, вот такой вопрос ближе к последнему, он довольно содержателенный, наверное, и их подведет такой хороший финал для беседы, ну, в любом случае, будет неплохо. Как вы считаете, закрытость еврейского общества главная причина возникновения антисемитизма и вследствие недоверия к чему-то неизвестному, получается, вот что-то такое? Слушайте, у меня есть видео на канале, вы спрашивали про канал, вот недавно мне его заказали, я сподобился, снял на минут 12, причины антисемитизма. Я там все это просто подробно рассказываю. Нет, закрытость вообще не основная вещь. Почему? Ну, потому что, ну, сегодня еврейский общество вообще не закрыто. Ну, там, можно прийти в синагогу, можно, там, начать тусить, не обязательно даже для этого быть евреем, по факту. Вот. Бесплатный халявный программ ты не получишь, но, как бы, да, затусить ты можешь. Может быть, это даже как-то странно, да, но, тем не менее, вот оно так. Поэтому был момент, когда еврейский общество было закрыто, но надо понять, что это было, там, в средние века, новое время, когда, в принципе, мир был довольно друг от друга закрыт, и это не только евреев касалось. А при синагоге антисемитизма, понятно, что это, ну, корни его как раз в религии, то есть в противостоянии иудаизма и языческого, это если брать корни. Я просто на этом видео более подробно это разбираю, почему так, как оно вообще так исторически сложилось. Впоследствии, когда уже возникло христианство, возник ислам, там тоже были следующие этапы, как бы так, религиозного недопонимания, он был связан с тем, что эти религии, да, вышедшие из иудаизма, они, как бы, придавали понятную истинность, и с точки зрения, ну, простой логики, да, когда что-то новое появляется, старое должно либо уйти в общество, ну, короче, оно должно уйти из старческой арены, так или иначе, да, то есть евреи должны были либо принять одну из новых вер, либо, там, не знаю, просто ассимилироваться, да, ну, понятно, да, а винаизм, как бы, он продолжал существовать, и, как бы, абсолютно ни то, ни то не принимал, и это, понятно, это вызывало, как бы, не самые теплые эмоции, и, там, не знаю, вот, если мы берем христианство, там, до 5-го, 6-го века, да, появляется вот эта теория, 3-го, до 4-го века, наверное, появляется вот эта теория замещения, да, когда новый Израиль и так далее, здесь старый Израиль, здесь новый Израиль, и понятно, что вот есть новый Израиль, вот старый Израиль – это евреи, а новый Израиль – это христианство, значит, что старый Израиль должен, как бы, по логике процессу уходить, да, а он все не уходит, он все не уходит и не уходит, да, Вот. Потом там было какое-то время, на какой-то момент сделали объяснение этому тому, что вот евреи не уходят, потому что они не приняли Христа, поэтому они должны до конца, до момента второго происшествия скитаться по земле, лишенные своей земли, соответственно, доизнанных, их в униженном таком состоянии. Это была такая концепция у некоторых христианских теологов. Вот. И в этом смысле католическая церковь долгое время в немалой степени эту концепцию разделяла. Не полностью, но в немалой степени. Так вот, создание государства Израиля это просто такой гробный гвоздь в крышку гроба этой концепции. Почему? Потому что евреи создали Израиль. Не приняв ни Христа, не приняв ислам, не создали свое государство, возродили. Теперь, вот, это был следующий этап, соответственно, да, причина антисемитизма, того, что, как бы, иудаизм, из-за иудаизма вышло что-то новое, а иудаизм остался, не хочет никуда уходить. И это тоже, и из-за этого к нему было, соответственно, к евреям вопросы. А дальше просто, как бы, смотрите, это одно цеплялось за другое. Сначала это были религиозные причины, потом на каком-то этапе евреи стали козлами отпущения. Да, то есть, уже, как бы, вот этот негатив, он уже сформировался за вот время вот этого религиозного конфликта, да, с разными религиозными причинами. Вот. И потом это стало переросло в другие вещи, даже в 19 веке пошел то, что называется биологический антисемитизм, то, что именно евреям как нации, из этого вырос нацизм, да. Сегодня это антисемитизм, когда ненавидит Израиль как некого такого коллективного, международного еврея. Да, и это, как бы, просто одно уже цепляется в другое, и антисемитизм никуда не денется. То есть, изначально причина была в религиозном конфликте, но потом просто такая серия исторических событий, и все, оно сохранилось. И, собственно, для меня нет проблемы, что есть антисемитизм, вот. Если это никак не переходит на насилие, не переходит на какие-то границы, да, кого любить, кого не любить, это личное дело людей. И вот, я не разделяю концепцию, что надо розыск, семитизм, прям, что-то там запрещать. Любить или не любить кого-либо, это личное право людей. Пока, повторюсь, это не приносит кому-то, кому-либо, пока это не приносит кому-либо реального ущерба, да. Вот, а на эмоциональном уровне каждый правит кому-то относиться, как он хочет. Так, не, ну, я, в принципе, разделяю. Все, время уже подходит. У меня, у меня три минуты, если вы дашь, что-то, все еще. Я что-то не до конца понял, соответственно, с иудаизмом и евреями соотношение. Ну, то есть, иудей, получается, там была даже фраза какая-то проскальзала, это уже, ну, считается, что еврей, как бы, или... Иудей равно еврей, да. Ого. То есть, если я принимаю иудео-юдаизм, или я не могу принять иудаизм, например? Так, тот может, может. То есть, любой человек в мире, ну, то есть, как во всех аврамических религиях, получается, есть такой глобализм. Иудаизм, это национальная религия, да. Иудеи равно еврей. То есть, евреям можно либо родиться, либо стать именно евреем. И в иврите нет этого слова евреи и иудеи. Есть одно слово, иудеи, это иудей, по факту. Ну, это, короче, одно слово. Это нельзя сказать, что иудеи, это одно слово. Это считается так же детственными друг другу понятиями. При этом, есть интересная вещь, что, то есть, вот я помню, что, помните, я упомянул про закон о возвращении, да, что по нему, если человек смело вырос туда же, он перестает быть евреем. А если он, например, атеист, он не перестает быть евреем. То есть, быть атеистом, пожалуйста, агностиком, пожалуйста. Именно нельзя менять вероисповедание. Почему? Потому что иудаизм считается неким такой культурным национальным кодом евреевства. То есть, не просто религия, как я сказал, а национальная религия, а национальный культурный код, который неотделим от евреевства. Не, на самом деле, довольно интересно, потому что здесь получается такая тоже аврамическая вот тенденция, которая, в принципе, ну, выходит в некую глобализацию. Просто я-то долгое время думал, что как раз это чисто такая национальная религия, и в том плане, что она именно внутринациональная. Ну, то есть, ну, внутри даже этническая, скорее, вот так я думал. Она внутриэтническая, но она предполагает возможность привлечения, не привлечения, да, из негатива, то есть, к пенсионерству, а, как сказать, принятия новых членов. Вот так скажем. Привлечения нет, принятия. Понятно, понятно, слушайте, интересно. Ну, значит, всё, наверное, спасибо вам большое, отпускаю с удовольствием, было очень интересно. Да, Александр, было тоже приятно, спасибо, удачи вашему каналу, и всего самого лучшего. Вам тоже удачи. Всего доброго, до свидания. Ну, по-моему, было клево, друзья. Продолжение следует...